Всем добрый день! Я зовут Александр Панчин. И я буду рассказывать сегодня про то, как в процессе эволюции из хаоса рождается парадок в очень разных непредсказуемых ситуациях. Но для начала немножко про биологическую эволюцию. Все вы знаете, что человек — это один из большого количества разных видов, живущих на нашей планете. Вот это так называемое фибогенетическое дерево, дерево, показывающее родство разных живых организмов. И вот человек на этом дереве большом, он вот где-то здесь — you are here — рядом с шимпанзе, макакой, рангутаном. И на этом дереве показано всего 3,5 тысячи видов. А на самом деле видов очень много. Есть миллионы разных видов дыбов, сотни тысяч растений, миллионы черестоногих, десятки тысяч позвоночных и так далее. Понятно, что если все они поместились на Нойвом ковчеге, они бы не поместились туда, если они там все поместились, им было бы там очень плохо, потому что вместе с ними попали бы всякие паразиты, которых тоже сотни тысяч разных видов, а может быть и больше. Всякие бактерии, вызывающие ВИЧ, спит генерей, сифилис. Было бы, как на этой картинке, болезненно и нехорошо. Ну вот, если идею Нойвом ковчега уже перестали рассматривать всерьез помена Дарвина, то идею разумного сотворения всего живого на этой планете, она рассматривается людьми всерьез. И вот было такое наблюдение, что животных действительно очень много, они очень разные, и они всегда приспособлены к тем условиям обитания, в которых они живут. Рягушка приспособлена жить в болоте, рыба приспособлена жить в воде и так далее, и так далее. И как объяснить, что все организмы так хорошо приспособлены к тем условиям, в которых они живут? Наверное, потому что творец был очень разумный, и он создавал каждое живое существо, специально подгонял его свойства под ту среду, куда он его помещал. Но Дарвин в ходе своих путешествий обнаружил такое несоответствие с этой теорией, а именно, что он побывал на Галупогосских островах и на островах Капо-Верде. Капо-Верде — это рядом с Африкой, а Галупогос — это рядом с Южной Америкой. И там очень похожи условия по климату, по средеобитанию и так далее, но при этом там очень разные животные, живут в том числе птицы. И Дарвин изучал, прежде всего, птиц. При этом птицы, живущие в Южной Америке, очень похожи на птиц, живущих на Галупогосах. А птицы, живущие в Капо-Верде, очень похожи на птицы, живущие в Африке. Это немножко другие виды, но они очень похожи. И поэтому ему показалось, что странно. Если бы творец создавал животных, заранее приспособленных к тем условиям, где они живут, он бы создавал похожих животных на Капо-Верде и Галупогосах. Но этого не было. И он из этого предположил, что когда-то предки птиц на Галупогоса залетели из Южной Америки на Галупогосы, и там виды изменились. Стали более приспособлены к тем новым условиям обитаниям, в которые они попали. Теория эволюции говорит о том, что выживают наиболее приспособленные. Что такое приспособленность? Понять это достаточно легко на таком примере. Есть бактерии. Бактерии очень быстро размножаются. За несколько лет может смениться несколько тысяч поколений, даже десятков тысяч поколений бактерий. И на бактериях проводили такие эксперименты. Вы можете взять бактерии и заморозить их. Получится вот такая вот в левом верхнем углу популяция бактерий. У вас есть образец этих замороженных бактерий, а часть этих бактерий вы помещаете в какие-то новые условия питания. Например, в условиях, где есть какой-то антибиотик, есть какое-то новое питательное вещество, которое можно научиться усваивать. Или, наоборот, какого-то питательного вещества нет. То есть новые условия. И дальше вы этим бактериям даете несколько лет, несколько десятков тысяч поколений, чтобы они изменились, приспособились к этим условиям. И что происходит? Если потом вы исходные бактерии разморозите и смешаете их с новыми бактериями, проэволюционировавшими, и поместите их в пробирку, то тогда, если вы эти бактерии нанесете сразу на питательную среду какую-то, то там у вас вырастут такие колонии. Вот есть вот красненькие, не знаю, насколько хорошо видно, есть красненькие и такие розовые точки. Это разные бактерии. С одной бактерией вырастает целая колония бактерий, целая популяция. И изначально их будет примерно одинаково, потому что мы их смешали в соотношении один к одному. Но если этим бактериям, которые живут вместе, конкурируют друг с другом, дать время, там, несколько часов хотя бы, чтобы они размножились, то когда вы снова эти бактерии нанесете на такую среду, вы увидите, что красных точно стало намного больше. То есть там концентрация красных бактерий, вот этих новых, проэволюционировавших, стала больше. Это и есть приспособность. Приспособность, на самом деле, величина, которую можно математизировать, как отношение количества вот этих красных колоний к розовым, ну, очень грубо говоря. И мы можем сказать, кто более приспособлен. Новые бактерии более приспособлены. Ну вот, в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с бактериями, которые приспосабливаются к тому, чтобы нас заражать. Различные бутогенные бактерии, которые вызывают заболевания. И мы боремся с ними антибиотиками, а у бактерий в ответ на это возникает приспособленность, а именно устойчивость к антибиотикам. И если посмотреть на это глазами эволюции, то мы видим, что есть подходы следующей стереоэволюции, позволяющей нам превратить распространение устойчивости к антибиотикам. Например, мы знаем, что если мы перестанем использовать какой-то антибиотик, то большее свойство бактерий, то, что они к этому антибиотику устойчивы, оно больше не будет давать этим бактериям никакого преимущества. И поэтому со временем бактерии это свойство утратят. Это значит, нам нужно антибиотики чередовать. Сначала мы используем какой-то один антибиотик, потом мы от него временно отказываемся, используем другой антибиотик, потом снова возвращаемся к первому антибиотику и так далее. И если это делать массой, если это делать в рамках хотя бы континента или страны, то можно добиваться успеха. Второй момент — это то, что курс антибиотиков нужно пить до конца. Наверное, все слышали такую рекомендацию от врачей. Почему? Потому что на самом деле устойчивость к антибиотику — это не есть такое бинарное свойство, что оно либо есть, либо нет. А у бактерий бывает разная степень приспособности к этим антибиотикам. Одни бактерии чуть лучше выкачивают этот антибиотик из своих клеток, другие чуть-чуть лучше его перерабатывают во что-то другое и так далее. И если вы используете маленькую дозу антибиотика, короткий курс пропили, недостаточный, то вы самых слабых бактерий убили, но те, которые чуть-чуть сильнее, они остались. И их потомки могут оказаться, кстати, изменчивости, более приспособленными к этому антибиотику, и вы получите устойчивость там, например, в среднем вроде устойчивого золотистого стафилококка, которым всех пугал доктор Хаус. Вот то же самое. И третий момент, что не нужно антибиотики использовать каждый божий день по любому чиху. Нужно принимать антибиотики осмысленно по рекомендации врачей, чтобы мы их не использовали слишком много, чтобы не стимулировать рост устойчивости у бактерий. Ну вот, что такое естественный отпор, про который все говорят? На самом деле это очень-очень простая вещь. У вас есть живые организмы, и они размножаются. Размножаться бесконечно невозможно, потому что у нас есть ограничения в производящей среде, у нас недостаточно места, недостаточно еды, воды и так далее. В итоге живые организмы начинают конкурировать за это пространство. И как конкуренция? Возможности тех или иных организмов конкурировать в этой среде зависит от их наследственных факторов. У кого-то, кстати, какое-то изменение генетического. Возникают какие-то мутации, которые позволяют этому организму более эффективно размножаться. Например, у этой бактерии появилась устойчивая к антибиотику. Она начинает быстрее размножаться и становится больше. И вот этот пример, вот эта вот мутация, которая возникла в этой бактерии, она тоже распространяется вместе с ее потомками. И это называется положительный отбор. То есть возникла новая полезная мутация, и она быстро распространилась в эмпуляции. Другой вариант – это отрицательный отбор. Когда вот у нас уже была какая-то бактерия, и у нее был какой-то важный белок. И внезапно этот белок испортился, и бактерия перестала быть приспособленной. Она больше не может бороться с антибиотиком или она не может размножаться. Понятно, что у нее больше не будет потомков, и эта мутация, которая возникла, мы ее больше показать не будем. Она больше не появится ни у каких-то, ну, она не появится в потомстве этих бактерий. Это называется отрицательный отбор. Так, я не следил за своей презентацией, ваше прощение. Вот, и мы сейчас посмотрим пример, как происходит эволюция живых организмов на примере некоторой очень простой компьютерной модели. Вот здесь у нас есть организмы, у которых есть наследственная информация, представленная ноликами и единичками. Единственное, что определяет этот последственный признак – это цвет этого организма, и те организмы, которые выделяются от фона, они будут более предпособлены, потому что те, кто выделяются, будут съедать хищники. Давайте посмотрим такое небольшое видео. Вот есть организм, он не сильный, не быстрый, не умный, не ядовитый. Он умеет только прятаться. Вот, как я уже сказал, нули и единички определяют его ответственную информацию. 8 видов – его геном. И в окружающей среде есть хищники, которые съедают 25% наиболее выделяющихся от фона. Есть просто случайная смерть от неведомых причин, есть скрещивание между этими организмами и секс. А еще у них есть мутации, которые возникают и меняют эти нолики и единички. Вот мы начинаем популяции абсолютно одинаковых организмов. Меняется фон. Этих съели хищники. Эти погибли сами. Возникло скрещивание. Появились мутации. Возникает следующее поколение. Мы видим, что есть черненький, он выделяется. У него вредная мутация возникла. А у того справа вверху беленького, у него полезная мутация, его плохо видно. И поэтому его хищники не съели, а черного съели. И вот здесь вот, я на секунду остановлю, вот здесь будет отмечено 400 таких организмов, а здесь будет фон. И мы будем смотреть, как меняется цвет организмов в процессе эволюции, когда они приспосабливаются к изменяющемуся фону. Ой. Так. Презентация была заплачена заново, зря я ее остановил. Я не думаю, что я могу... Вам придется посмотреть ее заново. Вот. Прошу прощения, я больше не буду ее остановить. Нууууууу. Вот. То есть мы будем наблюдать, как из случайной мутации, мутации абсолютно случайны, они ни от чего не зависят, как они будут создавать упорядоченные изменения этой самой популяции этих виртуальных организмов. Вот так обещалось, вот это организмы, а вот цвет фона. И мы видим, как фон темнеет, и организмы темнеют. Фон светлеет, и организм светлеет. Все мутации абсолютно случайны, не случайен только естественный отбор, который зависит от их цвета. Есть такой аргумент у некоторых противников теории эволюции, что вот если возьмем часы, поместим их в разобьемах на маленькие части, поместим их частью в ящик, и будем этот ящик трясти, то, конечно же, из них никогда часы не соберутся. Ну, действительно, не соберутся. Потому что часы — это не эволюционирующий объект. Для того, чтобы объект мог эволюционировать, он должен уметь размножаться. Желательно, чтобы у него был секс. Часов секса нет. Желательно, чтобы были мутации. Желательно, чтобы был какой-то критерий, по которому мы могли отбирать те часы, которые лучше показывают время, иначе они будут эволюционировать. Должен быть отбор. Этого в часах нету. Но, в принципе, можно создать компьютерную модель часа, которая будет эволюционировать. Есть про это замечательное видео на YouTube. Это называется «Слепой часовщик». Можете его найти и посмотреть. Оно очень длинное. Я его показывать не буду. Я покажу другое видео, как в очень похожей услуге собираются машинки. Есть такой сайт, называется Boxcar2D, тоже можете туда зайти. И там путем совершенно случайных мутаций возникают комбинации корпусов и колес, которые генерируют случайные машины. И критерий отбора от этих машин заключается в том, что те машины, которые проезжают чуть дальше, они более приспособлены и оставляют больше потолства. У этих машин есть секс. Они скричиваются друг с другом, у них есть мутации. И вот, видите, получается, эти конструкции, которые не едут в основном. Все забракованные, ужасные. Иногда появляется машинка, которая проезжает чуть-чуть дальше. Иногда на миллиметр, иногда на сантиметр. Вот эта машина проехала даже, может быть, 5 сантиметров и развалилась. Потом у них возникает плавой процесс, они скричиваются. И появляется новая популяция этих машин. И вот, спустя всего 4 поколения, возникает уже машина, которая, может быть, не идеальна, но она едет. Даже чем-то похожа на некоторые наши машины. Причем понятие приспособленности, оно на самом деле относительно. Нет абсолютной величины приспособленности. Приспособленность зависит от условий, в которых организм эволюционирует. И вот здесь мы сейчас тоже посмотрим на том же самом примере машины. Вот тут есть... Ой... Секундочку. Вот эти машины, они эволюционируют сейчас в разных условиях. В левом верхнем углу машина эволюционирует в условиях, когда у нее случайный трек. В правом верхнем углу машина едет по прямой. В левом нижнем углу она должна преодолевать препятствия. А в правом нижнем углу она как бы падает постоянно с большой скалы. И в итоге проходит, опять же, некоторое количество поколений. И у этих разных популяций машин, которые эволюционируют в разных условиях, у них будут совершенно разные приспособленности. Разные дизайны. Вот проходит несколько поколений. Машина скрещивается. То есть мы видим, в левом верхнем углу машину устроена примерно так, что первое колесо большое, потом за ним маленькое. Здесь вот машина похожа на мотоцикл. Здесь у нее есть маленькое колесо спереди, которым она разбивает на деблоки. А вот здесь получаются такие трехколесные машины, которые... у них три колеса, поэтому как они не упадут, они падают всегда на колесо, и поэтому они очень приспособлены и выживают, и оставляют много поток. Ну вот один из подходов создания эволюционирующих программ, это создание эволюционирующих нейронных сетей. Я думаю, что все слышали про нейронные сети в мозге. У нас есть нейроны, они обмениваются электрическими сигналами, и это и лежит в основе нашего мышления. Ну вот, можно создать компьютерную модель нейронной сети, в которой тоже будут виртуальные нейроны, соединенные виртуальными связями. Изначально в такой модели все нейроны будут абсолютно случайны, и все связи будут совершенно случайны. Но в процессе эволюции мы будем отбирать те нейронные сети, которые лучше справляются с некоторой задачей, например, лучше управляют некоторым виртуальным организмом. И тогда такие будут выживать, и со временем наши нейронные сети будут становиться лучше и лучше. И мы сейчас посмотрим пример такой эволюционирующей программы. Здесь будет два организма, каждый из которых имеет вот такую нейронную сеть. Изначально совершенно случайно, и поэтому управление этими организмами будет тоже выглядеть очень хаотичным. Они будут делать такую фигню. Вот они крутятся на месте, вот они тоже крутятся на месте, стоят на месте. В общем, не видно, чтобы у этих организмов был какой-то интеллект. Вот они иногда стреляют. У них вообще задача – это друг друга стрелять, убивать друг друга, ну и уворачиваться тоже нужно. За это их поощряют, за это им дают размножаться. Вот к второму поколению уже возникает что-то похожее на сражение между этими двумя организмами. Вот они уже стреляют. Правда, не очень точно. Вот это вот две полоски, красные и синие, это их прицелы. Это то, что их поле зрения находится, определяется вот этим вот голом. И они могут его менять. Вот они начинают уже более прицельно стрелять. Даже немножко уворачиваться. 44-е поколение. Вот они уже более точно стреляют. И вот возникает новая адаптация. Они начинают сужать угол прицела для того, чтобы более точно нацелиться навестись на своего оппонента. Ну вот 55-му поколению сейчас показывает нам просто мастер-класс, как нужно уворачиваться. Программа, которая управляет вот этими организмами, она получена на основе эволюционных принципов травянизма, путем абсолютно случайной мутации в этой исходной нейронной сети, плюс отбора наиболее приспособленных нейронных сетей. Ну вот это используется сейчас, я показал, очень креативный пример, но на самом деле это используется в полне практических приложениях. Есть программы, которые воздают изображения, основанные на эволюционных нейронных сетях и других похожих подходах. Ну, например, нужно классифицировать, там, это человек, котик или там, слон на фотографии. А оптимизация микросхем. Вот здесь на самом деле не микросхема показана, а антенна. Вот эта антенна, ее форма была создана генетическим алгоритмом, то есть алгоритм, который тоже основан на принципах эволюции, и ее даже запускали в космос НАСА, чтобы она там работала. Есть искусственный интеллект, который можно создавать не только для такой вот игры, которую я показал, такая надуманная игра, можно сделать искусственный интеллект для шахмат, шашек или нарт. Есть в аэродинамике приложения, например, в нем создания оптимальных аэродинамических форм для ветряных мельниц или для вентиляторов. Есть фундаментальные навыки приложения, например, для того, чтобы создавать программы, которые определяют функциональные элементы наследства в ДНК, наследства информации какого-нибудь организма. Такие программы тоже есть. Я про это немножко попозже расскажу, про то, как строим ДНК, чуть попозже. Ну вот, есть, я не знаю, как у меня будет сейчас со звуком, есть пример эволюционирующей музыки. Правда, здесь будет речь об искусственном отборе, которому помогает этот человек. У нас будет случайный трек, изначальный, который потом, его части оцениваются людьми, и те части треков, которые хорошо оцениваются, они выживают, и участвуют во следующем скрещивании. Возникает, при их скрещивании, при мутациях, новые треки, и в итоге возникает эволюция музыки. Вот это вот, ну любой трек, который был в самом начале, а вот это случайный, и он ужасен. Теперь у нас происходит скрещивание до протяжения 8 тысяч поколений. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка создана путем эволюции. Ну вот, немножко дальше я буду рассказывать про всякие биологические, околобиологические примеры эволюции, поэтому нужно понять, как устроена эволюция на уровне молекул. У нас молекулы, которые были скрещены, молекулы ДНК, молекулы нашей наследственной информации. Молекула ДНК – это двойная спираль, состоящая из четырех типов нуклеотидов. Аденин, тимин, цитатин, ламин, АТ, ГЦ, будем называть пуклами. В однобукленном коде. И вот в молекуле ДНК буква А всегда стоит напротив буквы Т, а буква Г всегда стоит напротив С. И это называется принцип комплементарности. И этот принцип комплементарности позволяет молекуле ДНК размножаться. У нас в предыдущих есть такой фермент, который называется ДНК-полимераза. Такая вот крупная, такая, дырковая спука, которая делает следующее. Вот у нас есть молекула ДНК-двуцепочная, она расплетается на две единочных цепи, а потом по принципу комплементарности ДНК-полимераза достраивает вторую цепочку, каждый первый. Ну, А напротив Т ставит, Г напротив С и так далее. И в итоге у нас получается две идентичных копии молекулы ДНК. Они потом в клетке разносятся к разным ее полюсам, потом клетка делится. И в итоге у нас получается две дочерние клетки с инаковой генетической информацией. Так происходит наследование. Ну вот, у человека, его геном, то есть совокупность всех молекулы ДНК человека 23 пара хромосомы. 23 хромосомы это 3 миллиарда вот таких вот губов А3ГИЦ. Двойной набор 23 пара хромосомы это 6 миллиардов губов. Если вы их собираетесь соединить вместе в одну нить, у вас получится молекулы длиной в 2 метра. Но эти 2 метра упакованы в одну микроскопическую клетку, потому что молекулы ДНК очень тонкой и очень компактно упакованы с помощью специальных губов. Вот у нас на этих хромосомах на молекулах ДНК есть функциональные участки, которые называются гены. И гены, они кодируют молекулы РНК. Синтезируются с помощью специального фермента молекулы РНК, которая тоже состоит из нуклеотидов. Не АТГЦ, а АУГЦ. Вместо Т буква У. Но она тоже комплементарна букве А. То есть ДНК строго определяет молекулы РНК, а потом молекулы РНК используются специальным комплексом, который называется рибосом. Это такая фабрика клеточная, которая синтезирует белки. А белки уже на основе этой молекулы РНК. А белки уже делают очень много разных вещей. Это может быть белок, который участвует как раз в том самом устойчивости к антибиотикам. Это может быть белок, который придает бактерии способности атаковать какого-нибудь врага. В общем, много-много разных функций у этих белков может быть. Ну вот у человека 25 тысяч генов, которые кодируют белки, у круглого червя 20 тысяч генов. Примерно столько же. И когда это открыли, то у многих людей встречался генитивный диссонанс. Как-то так, червянестворение, у него же должно быть намного больше генов, чем у червяка. Но на самом деле количество генов и, скажем, интеллектуальность или сложность организма не очень хорошо скоррелированы. Ну вот, например, вот у этого организма возбудителя одного очень распространенного полового заболевания, который уже с полным путем, у него 60 тысяч генов. Это возбудитель этих маниазов. Это однокрещенный организм. У него очень много генов. Наверное, он для нестворения. Ну вот, в этих генах нашей ответственной информации постоянно происходит мутация. Если взять меня и любого из них присутствующего, то у нас будет около трех миллионов генетических отличий. То есть таких мест, где, допустим, у меня А стоит буква, у кого-то здесь стоит Т, а у меня Г, у кого-то С. И вот, я извиняюсь, я смотрю на вас, не смотрю на презентацию, а у меня мышка крутится. И возникает около трех миллионов генетических отличий. В процентном соотношении это мало. Это всего лишь 0,1%. Три миллиарда букв в геноме, в 23 хромостом, если есть генарный набор, три миллиона отличий на них. Но количества довольно много. И вот это генетическое изнообразие создает то разнообразие людей, которые существуют. Почему у вас разный цвет глаз, волос и так далее. И при этом в каждом новом поколении у людей возникает 60 новых мутаций. Большинство этих мутаций ни к чему не приводит. Некоторые бывают полезные. Могут сделать нас умнее, сильнее. Другие мутации могут быть вредные. Они могут приводить к каким-то средствам заболеваниям. Ну и дальше с ними справляется естественный отбор. Ну вот, один из наградных примеров эволюции живых организмов это селекция. Сам Дарвин, когда он написал свою книжку «Происхождение видов», он понимал, что любой теории будет воспринято в штыки очень многим людьми, потому что она шла в разрез существующим концепциям. И поэтому он хотел ее обосновать. И он провел такой эксперимент. Он взял одну породу голубей. На протяжении нескольких поколений он их скрещивал, отбирая в разных условиях. Когда было с машинками, было четыре разных условия. Да, вот Дарвин отбирал шесть разных признаков голубей. Вскречивая их, получил шесть разных пород голубей. Вот здесь показаны разные варианты голубей, которые получил Дарвин. Мы видим, что на протяжении всего лишь жизни одного человека, даже части его жизни, ему удалось получить достаточно разных по своим признакам кис. Может быть, не все бы даже сказали, что это голуби. А некоторые люди говорят, мне вот это на голуби не очень похоже. Но это голубь. Это потом от голубя. То есть, раздав этот пример, Дарвин как бы говорил, смотрите, вот если за мою жизнь могут произойти такие большие изменения, то какие же изменения могут произойти за тысячу лет, за десять тысяч лет и так далее. Но на самом деле эволюция встречается в самых непредсказуемых местах. Например, внутри нашего собственного организма. Вот у нас есть, у некоторых возникает заболевание, рак. Что такое раковое заболевание? Раковое заболевание, это когда некоторые наши клетки, они сходят с ума. Они начинают в результате мутаций очень быстро делиться. А еще у них съезжают катушки, и они не хотят окончать жизнь самоубийством. По раковочной клетке, если она накопила много мутаций, ведет себя плохо, ей положено, как доблестному самураю, совершить характери и убить себя. Но раковая клетка, она из-за мутаций не такая. Она хочет жить и хочет размножаться. А больше ничего не хочет. И возникает процесс появления раковой опухоли не сразу, а постепенно. Сначала возникает какая-нибудь одна мутация, за которой клетки начинают чуть-чуть более активно делиться. В результате у нее оказывается больше потомков. Она стала более приспособленной для жизни в нашем организме. После этого у нее возникает следующая мутация, за которой делится она еще быстрее, потом еще одна мутация, она делится еще быстрее. Мы видим, что количество этих клеток все растет и растет. И с каждой новой мутацией получается все более приспособленная клетка. Об этом и возникает как раз та самая мутация, за которой клетки отказываются совершать самоубийство. А потом возникает какая-нибудь мутация, которая приводит к тому, что эти клетки могут жить уже не только в том органе, в той ткани, которой они были изначально, но вообще могут мирировать по всему телу и вызывать у нас метастазы. И возникают как раз самые опасные формы терминальных стадий рака. И опять же, взгляд на рак, как на эволюционный процесс, позволяет нам сказать кое-что про то, как с раком бороться и как с ним бороться не нужно. Например, мы знаем, что если у человека был рак, его лечили каким-то препаратом, химиотерапией, то после этого лечения, если мы рака не добили, повторное применение этого же самого лечения будет намного менее эффективным, потому что те раковые клетки, которые были устойчивы, неустойчивы к этому лечению, погибли. А те клетки, которые выжили, они более устойчивы, и потомки более устойчивы. Поэтому желательно попробовать что-нибудь другое, если первая терапия не смогла добить эту опухоль до конца. Второй момент, что если вы лечите рак на поздних стадиях, то у вас есть уже огромное разнообразие этих раковых клеток, потомков тех клеток с исходными мутациями. Большое генетическое разнообразие означает, что сложно подобрать такое универсальное лекарство, которое бы вылечило этот рак. Чем дольше рак у вас присутствует, тем сложнее его лечить. Ну, третий момент заключается в том, что, опять же, если удалили раковую опухоль, часто возникает возобновение рака, просто потому что мы раковую опухоль удалили, но у человека уже были клетки с мутациями, которые делали предрасположенные тому, чтобы стать раковыми. Мы не добили все эти приспособленные клетки, которые более активно делятся. И на основании этого нужно придумывать другие методы терапии, которыми сейчас тоже занимаются, основанные на поисках клеток с вредными мутациями для их устранения. Но есть совсем экзотические примеры эволюции раковых клеток. Это досманийский дьявол. Это такое животное, живущее в Австралии. И у него заболевание называется лицевая опухоль. Это раковая опухоль. Но эта раковая опухоль возникла не у этого досманийского дьявола изначально, она возникла у кого-то очень далекого, давнего, вымершего досманийского дьявола. И она научилась не просто метастазировать в разные ткани органов, она научилась скакать с одного организма на другой организм. С одного досманийского дьявола на другой при укусе досманийский дьявол. Из нороклеточного организма, частью которого когда-то бывает раковая опухоль, возник новый одноклеточный организм по генетически близким к млекопитающим, но одноклеточный, и он передается при укусах. Новый паразит. Абсолютно аналогичная ситуация произошла с собаками. Например, венерические саркомы собаки. Тоже раковое заболевание, передающееся половым путем от собаки к собаке. Тоже новый вид организма, возникший из млекопитающего. Ну и самый шокирующий пример – это одноклеточный организм, возникший из человека. Вот эта слева изображена генриета лакс. Женщина, она болела раком шейхи матки. Ученые взяли клетки раковые из нее, чтобы их потом исследовать. И это стало модельным организмом для изучения в медицине, в молекулярной биологии. Вот эти клетки активно используются. Вот эти клетки, они раковые, они не хотят кончать жизнь самоубийством, они активно размножаются. Их называют бессмертными клетками, потому что они могут продолжаться до бесконечности. И вот нейрета лакс погибла в 1951 году, ее клетки живы до сих пор. И они очень сильно изменились генетически. Потому что они приспосабливались к новым условиям, а именно к условиям уже жизни в лаборатории, или к условиям жизни в виде одноклеточного организма, а не в виде многоклеточного организма. И вот здесь показаны снизу хромосомы здорового человека, а сверху хромосомы курильщика, ну точнее хромосомы хиля клетки. И мы видим, например, что вот здесь вот у хиля, может быть, например, пять первых хромосом вместо двух, или четыре вторых хромосома. Может быть, какие-то куски хромосом обменялись. Но здесь вот цвета можно сравнить с одной картинкой, либо верхней, либо нижней. Вот разные цвета, это разные хромосомы исходные. Вот видите, вот кусочек зеленых хромосомы, он на серых хромосоме и так далее. Вот эти вот изменения даже на уровне хромосом у клеток хиля по сравнению с исходными клетками, которые были, ну, исходными клетками Генрия Делакс, они больше, чем отличие между, например, шимпанзе и человеком хромосомом. Вот здесь показаны хромосомы слева, это человек, а справа к ней приравнена хромосома шимпанзе. И мы видим, что хромосомы шимпанзе и человек очень похожи. И видим, на самом деле, что есть одно единственное серьезное отличие в хромосомном составе, а именно наша вторая хромосома, вот эта, она похожа по составу своих генов и по другим признакам на две хромосомы шимпанзе. Как будто две хромосомы, как у какого-то нашего давнего предка, оказались сшиты вместе. На самом деле это является одним из самых таких красивых, наглядных примеров для предательства и больницы и общего предка человека и шимпанзе. Потому что у хромосомы есть такая особенность, что у них на концах, вот такие вот красными точками показаны, есть участки, которые называются теломеры, такие специфические последовательности ДНК, которые достраиваются к концу хромосом и мешают им укорачиваться в процессе деления клеток, и они будут даваться в подробности этого механизма. А еще в середине у хромосомы есть участки, которые называются центромеры. Это то место, куда крепятся специальные микротрубочки, которые растаскивают хромосомы к разным полюсам клетки перед тем, как клетка поделится на две дочерние. И вот все хромосомы как хромосомы, а вторая хромосома человека содержит признаки вот этого процесса объединения двух хромосом. У них есть остатки теломер в середине, в месте предполагаемого слияния, и есть остаток второй центромеры, там, где он, например, должен находиться. И, опять же, у них похожая последовательность текенов соответствующих хромосомам шимпанзе. Ну вот, есть другие примеры естественного отбора в жизни, ну, например, херматозоиды. Мужчина производит миллионы сперматозоидов, из них один обладает яйцеклетку. Те херматозоиды, которые мешут в себе различные мутации, которые сильно нарушают процесс жизнедеятельности организма, там, сундаментальные клеточные процессы, приводят к тому, что херматозоид, он неактивный, не жизнеспособный, погибает. Поэтому, на самом деле, многие вредные мутации, не все, но те, которые самые такие вот ужасные, которые настолько несовместимы с жизнью, даже от наклеточный организм с ними жить не может, они отсеиваются. Поэтому это один из факторов, которые способствуют нашему здоровому существованию. Некоторые примеры эволюции молекул на примере системы, которая называется Селикс. Это процедура, позволяющая создавать очень специфичные молекулы, которые устроены таким образом, что они очень точно распознают определенный белок, но не распознают другие белки какого-нибудь организма. Это нужно, например, для диагностики. Вы хотите понять, есть ли какой-то белок или нет, где-то какой-то там пункт образца. Как это делать? У нас есть, как я уже рассказывал, гены, и гены с них производятся в молекулы РНК. Но эти молекулы РНК, вот здесь они показаны, они обладают таким свойством, что они не просто могут хондировать белок, но еще они могут образовывать некие структуры. Вот такие вот колечки, спиральки, сами с собой могут склеиваться. И зависит от этой структуры, они могут связывать какую-нибудь другую молекулу, например, молекулу белка. И мы можем создать, взять большую популяцию разных генов, находящих произвольные молекулы этих РНК, и они образуют разные структуры. А потом мы возьмем эти молекулы и прогоним их через экстракт разных белков, которые мы не хотим связывать, которые являются шумом. И те молекулы, которые с ними связываются, с этими белками мы их забракуем. Это будет отрицательный отбор, то есть отбор, устраняющий вредные мутации в этих молекулах РНК, скажем так. После этого мы оставшуюся молекулу РНК прогоним через тот белок, который мы хотим распознавать, и оставим только те молекулы РНК, которые его узнают. Это будет положительный отбор. Мы отберем те РНК, которые завязывают полезную мутацию, которая позволяет им связываться с этим белком. После этого мы эти молекулы РНК с помощью специального фермента превратим обратно в гены, в ДНК. Эти гены мы промутируем, получим новую популяцию генов. И эти гены произведут нам новые молекулы РНК, уже более приспособленные к нашим задачам. И повторяя этот цикл несколько раз, мы в итоге можем получить такие суперсовершенные молекулы, которые очень точно распознают конкретный белок, но не распознают другие, и дальше используете его в медицинской диагностике. Принцип, опять же, основан исключительно на принципу дарминизма. Иногда возникает против эволюции такой аргумент, что никто же не видел своими глазами, как человек предошел из обезьян. Значит, мы не можем доказать этого. Ну вот Кембрид Бэш, который играл в Шарока Холмса, он здесь делает такой фейспаум, потому что, на самом деле, когда мы имеем дело с законом, с криминалистикой, мы запросто можем доказать, что человек ввиду этого преступления, не имея к тому никаких свидетелей. У нас могут быть отпечатки пальцев, у нас могут быть анализы ДНК на работе преступления, у нас могут быть записи телефонных разговоров, у нас могут быть отпечатки обуви и так далее, и так далее. Свидетелей нету, но есть доказательства, основанные на. Тот же самый анализ ДНК, но, собственно, примеры, некоторые, которых я приводил, вроде селекции, или примеры, показывающие родство организмов, например, того дерева, которое я показывал в самом начале, и так далее, тоже являются вот такими же, такого же рода вот аргументами. Но на самом деле, террореволюция позволяет решать реальные гимналистические задачи. Была такая история в 90-х годах прошлого века. Вот это вирус иммунодефицита человека, который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита, вот такой красивый вирус. И, как вы, наверное, знаете, этот вирус очень быстро мутирует. И это одна из проблем, почему с ним так сложно бороться. И была история про то, как у одного стоматолога американского. У него, он был сам болен ВИЧ, и у него заболело некоторое количество пациентов, которые ходили к этому стоматологу. И они предположили, что, может быть, они зародились от него, потому что у них, ну, не потому что они занимались сексом, потому что, может быть, притороженную процедуру гигиены при проведении стоматологических процедур. И они просто, у них не было подозрения, что они могли зародиться, потому что они не занимались защищенным сексом, они не принимали мутевену, наркотики и так далее. И решили это дело расследовать. И расследование заключалось в следующем, что взяли анализ ДНК, вирус иммунодефицита человека, из этого стоматолога, из тех пациентов, которые к ним ходили на прием, и из людей, которые им на прием не ходили, но тоже были больны ВИЧ просто из популяции, загрязненности. И потом сравнили во всей отрасли ДНК всех вот этих вот пациентов из стоматолога. И вот так и получилось, что родственно вот эти вот молекулы, извиняюсь, я говорю, ДНК, ВИЧ, это редко вирус, у него РНК, агеном, это техническая деталь. Наследственная информация этого вируса у этих пациентов была очень похожа на ВИЧ этого, ВИЧ этих пациентов была очень похожа на ВИЧ-стоматолога, но не были похожи на ВИЧ других людей из общей популяции, что указывало на общее происхождение этого ВИЧ, что они очень росы. Но также, как определяется, например, кто кому является папой, мамой, братом, сестра, двоюродной, братом и так далее, вот строятся родословные на основании тоже в том числе генетической информации можно построить. Точно так же на основании вот такого генетического сравнения можно построить родословные вирусы. И то же самое собственно используется при построении родословной всех живых организмов на нашей планете, потому что у нас есть огромное количество полностью проанализированных последовательности ТНК, там полных геномов, то есть совокупность, всех молекул ТНК в очень разных организмах. то же самое можем воссоздать эту эволюцию. Ну вот еще один пример практического применения, который уже вытекает непосредственно из знания вот этой самой родословной, которая построена с использованием целой эволюции. Выключается следующее. Вот здесь на этой картинке показано выравнивание, это называется выравнивание, когда мы строим, ставим один белок из одного организма под белком из другого организма. Вот сверху у нас человек, потом там идет арето, зря из корова, потом человек, мышка, крыса и так далее. Это вот разные организмы. И мы ставим один белок под другим и это как бы белок, воняющий одну и ту же самую функцию в этих разных организмах. Мы видим, что есть участки в этом белке, где одна и та же аминокислота, белки состоят из аминокислот, есть одна и та же аминокислота, во всех этих белках. Почему так получилось? Потому что если когда-то возникала мутация в этом месте, менялась аминокислота, менялась аминокислота, аминокислот, который отвечает за аминокислоту в гении, который коротирует этот белок, но тогда аминокислот оказывался нежизнеспособным и погибала у него какая-то очень вредная мутация. А есть позиции, где бывают разные аминокислоты, значит, что мутация в этом месте не вредна. Если к вам приходит пациент к врачу и говорит, у меня наследственное заболевание, у вас, смотрите, у меня есть мутация, мы сделали анализ и нашли какие у него мутации, как врачу сказать, какие мутации привели к его болезни. Он смотрит, где они произошли. Если они произошли в таком месте, которое не меняется в процессе эволюции, значит, скорее всего, эта мутация была очень вредна, опасна, и может быть, именно она виновата в его болезни. А если мутация в том месте, где революция допускает изменения, то, скорее всего, эта мутация не опасна. И вот, собственно, на основании этого метра разработаны алгоритмы, которые позволяют делать такую генетическую диагностику, не проводя эксперимента. Потом экспериментом можно подтвердить, действительно, эта мутация вызывает генетическое заболевание, провести исследование, а это служит основанием такого исследования, через что эксперименты потом подтвердают эту теорию. Ну вот, несколько напоследок я уже скоро сгугляться забавных историй про эволюцию. Например, вот, наверное, все знают про царевича Алексея, который был гемофиликом, у него плохо сорачиваясь кровь из-за наследственного заболевания, которое досталось ему от королевы Виктории. Королева Виктория, царский род, у нее было много потомков. Среди ее потомков было поменьше, ну вот, тут нарисовано 10, 10, по-моему, гемофиликов, и последний гемофилик из рода королевского погиб в 1945 году. Его звали Вальтамар Брусский. И с тех пор больше этой мутации вредной в королевском роду не было. Это пример действия отрицательного отбора, когда вредная мутация устраняется из популяции. Отбор действует даже на уровне королевского рода. И, может быть, он даже сыграл, извиняюсь, сварьет скачет, сыграл роль в крушении нашей монархии. Потому что из-за болезни Комуцаревича царь-нанил Распутина, который был знахарем, шарватаном, пользовался пупырной славой в народе, подорвал авторитет пристей скачет. власти. Есть еще интересное размышление на тему эволюции у философа Карла Попера. Может быть, кто-то про него слышал, а то многие про него слышали. Он знаменит принципов фальсифицированности в науке, что научная теория должна быть принципиально опровержима. Можно поставить эксперимент, который ее опровергнет. И вот он предложил посмотреть на науку, как на эволюционный процесс. Своеобразный процесс такого искусственного отбора. Когда мы, ученые, формулируем гипотезы, а потом гипотезы могут быть совершенно разные, абсурдные, неабсурдные, разумные, неразумные, а потом мы запоставляем эти гипотезы неким фактом. И те гипотезы, которые фактам соответствуют, как молекулы РНК соответствуют белку, которую он должен распознать на том сваре, который я показывал, так и здесь. Те идеи, которые соответствуют фактам, ими. То есть наука как эволюционный процесс. Но на самом деле, если в науке происходит такой вот искусственный отбор, когда мы осознанно отбираем только те идеи, которые выживают, потому что они соответствуют реальности, соответствуют фактам, есть эволюция культуры, где критерии выживания идей могут быть совершенно другими, совершенно разными. Есть на эту тему две замечательные книжки, которые я рекомендую. Это Ричард Токин с генистичной геном по науке мем этой генистик культурной информации, которая передается человеку. Есть книжка антрополога Паскале Байе, которая называется «Велигия объяснена». Это книжка о том, как религиозные идеи представляют собой такие своеобразные мемы, и он пытается ответить на вопрос, почему определенные религиозные идеи выживают, а другие нет. И это не пересказ этой книжке, а очень краткое тезисное изложение некоторых идей. Вот, например, какие идеи выживают в нашем мозге, в нашем разуме. Те идеи, которые легко запомнить. Если мы можем идею запомнить, она легче сохраняется, легче передается. Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это очень легкая идея, ее легко запомнить, легко передать безыскажений. Опять же, понятные, простые предложения. Если идея заставляет человека рассказывать о себе другим людям, это тоже дает ей эволюционные преимущества. Например, всем знакомо, что я там, ходить, я поговорю с вами о Боге. Это пример идеи, которая заставляет людей коммуницировать эту идею дальше, ее передавать. Или, например, если идея задержит кнут или пряни. Поведайте эту передням. Если вы откажете этой идеей, вы будете гореть в аду. Понятно, что сразу приспособность идеи увеличивается. Человек не захочет от нее отказываться. А если идея задержит принцип наборозка, вот верь в меня и получите в среде девственницы, тогда тоже пример такого положительного отбора идеи будет охотно сохраняться. Ну вот, вирусы используют для своего размножения клетки, а идеи используют для своего размножения наш мозг. И вот в заключении вот такая картинка, показывающая как раз эволюцию религий, я не отвечаю за точность этой картинки, но она отражает основной принцип, что на самом деле эволюция нашей культуры это тоже эволюция, тоже с таким естественным отбором, и в этом отборе наш мозг является такой своеобразной средой для эволюции этих идей. На этом последний слайд, да, что, может быть, нам нужно на христианском мыслении, чтобы бороться с наиболее предпоспобленными идеями, чтобы они не захватили. И наши гены могли жить дальше. Большое спасибо за внимание.